Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Мы со Светиком едем к Коле. Всем привет! И что? И что? Слова забыла. Я же говорила, учи хорошо. Повтори перед тем, как видео снимать. Нарядились потеплее Света в резиновых сапогах. Да? Да. Кому-то не нравилось, как мы выглядим, когда мы все собирались в планету. Что мы типа немодные. Да, немодные. Написали там комментарии. Почему вы такие немодные, старомодные вообще? Знаете, не важно, как вы выглядите внешне. Важно, что у вас в душе. Можно быть супер-пупер модным, но злым, агрессивным, недовольным жизнью. Свет, а мы с тобой довольны жизнью? Очень. И пофигу нам, как мы выглядим. Понятно. А всем остальным нашим добрым зрителям мы посылаем пламенный привет и кучу обнимашек и поцелуев. Да. Делимся своим позитивом. Да. Мы с девчонками пошли в июнь. Поехали в июнь. Оля нас накормила вкусными щами, напоила вкусным чайком и мы решили прогуляться. Добрая. Да, добрая, щедрая. Да, и мы приехали в июнь. Света вон уже покупочку совершил. Свет, что ты купила? Спортивные штанишки. Красивого голубого цвета, как светолюбик. Я сомневалась, что ты. Да. Все, идем гуляем. Идем гуляем, такие все немодные, старомодные. Зато счастливые, естественно. Да. Давай в золу зайдем еще раз. Чтобы разозлиться. Идем в золу, Оля говорит, чтобы разозлиться и быть злыми. Золушками. Золушками. Золотыми золотыми. Золотыми, чтобы быть. О, Светик, да, как у тебя. Красивенькие. Вот такой. А Оля, твой цвет. Ну и синий, в принципе, мой цвет. Но не мой размер. Ну, надо смотреть. Тут есть твой размер-то по-любому. Вот XL, пожалуйста. А, это М. А мне 2X. Это М. Ну-ка, смотри, самый нижний. Это М. Л. XL. Мне кажется, даже XL-ка на меня уже маленькая. Ну-ка, прикинь, Оль, к себе. А мне 2 больше. Ну, обыграть, если с рыженьким. Классный такой цвет. С рыженьким можно сочетать, Оль. Нет необходимости. Если покупать, то только какие я видела во сне. Мягонькие, пишите в зонборки. Тогда тебе в сон. Что-что? В сон надо вернуться и там купить. Света на голубой. Света на голубой всегда. Тебе свитерок нужен? А? Тебе свитерок нужен? Светик, нужен. Нужен, да? Смотри, он по качеству какой-то на ощупь. Ну, приятный. Ну, обычный, Светик. Обычный. Я всегда представляю, что его можно кацариночкой, бусиками, бусиками выбирать. А, ну... Это как основа. Нет, просто у него такой фасончик... Как фасончик у него, как мужской. Какой-то резинка внизу. Ну, смотри. Коль, тебе тоже идет голубой цвет. Да? Идет, идет, идет. Свяжет так прям прелестно. Даже лучше, чем зеленый. Ну, зеленый, видишь, у тебя много всего к зеленому есть, а голубого у тебя джинсы, курточка. Давай, Света, померяй. Если уж запал, то уж меряй. Сколько стоит? 999? Вот это вот фигня, да, Свет? Да, не стоит. Не стоит он таких денег. Не надо, Свет. Вот, ну, не ах. Тут вообще как бы не ах. Оля обнаружила вот такой джимпирог. Темно-темно-темно-темно зеленого цвета. И ниточка на нем золотистая, люрекс. И она уже знает, с чем она его хотела бы носить, чем обыграть. Думаю, Оля, вот она хлопковая такая, приятная очень. Мне нравится. По мере она вот, вроде как, размер такой небольшой, но смотрится она свободно. Ага. А она вот тут, кстати, и висела с такой юбкой. Да? Она здесь висела? Нет, она там висела. Я говорю, что... А вот беленькие еще есть такие. Скожие же, да? Нет, вот с черной, с черной юбкой лучше вот такая будет смотреться. А вот они висели, да? Ее, кстати, можно на рубашку беленькую надевать. Чтобы там воротничок. Не, обязательно беленькую, любую. Черненькую, коричневую, рыжую, любую. Да? Наверх рубашки. Будет классно. Вот такая беленькая. Соля будет примерять. Мы с девчонками пришли в Сьем Слона. Здесь так пусто, хорошо. Я взяла себе папоротник, ленивый голубец, чаек вот такой зелененький с лимончиком без сахара и один сырник. Ну и хлебушку взяла. Да, это маленькая, если кому-то покажется, что это булка, маленький кусочек такой. Так, а Светик тоже самое. Взяла только вместо чая компот. Да, и пироженку. И пироженку взяла, я сырничек взяла. И коричек такой. Оля рассчитывается. Приятного нам аппетита. Да, очень приятно. Сейчас с Олей дождемся. В автобусе едем. Все, нагуляемся, возвращаемся домой. Оля, слева сидит. Света куда-то туда села сзади. В общем, всем есть место. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео. У нас уже осень настоящая. Я с золотой сумочкой под зонтиком. Немножечко дождик прекратился. Поэтому я закрыла зонт. Свежо, хорошо, прохладненько. Так, знаете, затылок даже поддувает, я бы сказала. Вот, видите, какие деревья уже пожелтели, покраснели. Красота наступила. Цветочки морозоустойчивые торчат еще. О, лужи какие. Лягоды висят. С голоду не помрем. Ой, как хорошо свежу. Прямо вот так вот шла бы и шла. Никакие, чтобы дороги не переходить. Вот по такой длинной тропинке бы шла и шла. Видите, какое дерево красивое. Интересно, внизу оно еще зеленое, а вверху все уже почти лысое и красное. Такое красивое. Красно-оранжевое. Есть зелененькие еще веточки. Береза тоже вверху пожелтела все. А внизу еще зелененькое. Вот так вот листья под ногами нападали уже. Че птички кричите? Скоро замерзнете, да? Скоро вам холодно будет? Вон какое дерево шикарное. Красота. Яркота. Я вам сейчас что-то расскажу. Я по этой тропинке идусь уже второй раз. Мне пришлось вернуться. А почему мне пришлось вернуться? Потому что я проговорила, шел бы и шел по этой тропинке, чтобы она не кончалась. Дохожу я до конца тропинки и понимаю, что мне не дали посылочку из Калининграда. Лентарь. Я иду сейчас с почты. Получила посылочку из Майкопа, из Москвы. И такая думаю, а почему у меня тут всего две посылки? Мне же должно быть три. Открывая, у меня из Калининграда посылки нет. Все, разворачиваюсь и по этой тропиночке красивой я иду назад. Получила посылку быстро, правда без очереди мне ее дали. И опять я иду по ней же. Ну представляете, как быстро мечты сбываются. То есть следите, о чем думаете, следите за своей речью, что говорите, следите за этим. Вот только проговорила и поняла, что мне надо назад возвращаться. Представляете, вообще кошмар. Туда шла, здесь так было много народу. Школьники закончили учебу и тут блудили. Бродили, кричали, резвились. А сейчас вот пусто все, тихо, пусто. Все, как я люблю. Но меня вообще не покидает эта мысль, что действительно нужно следить даже за своими мыслями. А я проговорила. Шла бы, говорю, и шла по этой тропинке. Ну вот, ходи, раз нравится. Это вообще удивительно, что происходит. И ведь я, где я обнаружила, что у меня нет посылки этой? Не дома, а именно, когда дошла до конца тропинки. Просто открыла сумку, а у меня там нет этой посылочки. Вот такие вот дела. Вот такой рыбий жир я купила во Вьетнаме. Просто шикарный. Вот если кто-то поедет во Вьетнам, покупайте в аптеках БАДы. Омега. Смотрите. Посмотрите на это чудо. Посмотрите. Че, будешь Омегу? Лютик, Омегу будешь? Я тебя спрашиваю? О, о, о. Спал, спал, проснулся. Я на кухню зашла, все, ему тоже надо. Сейчас тебе дам витаминочку. Сейчас я ее проколю, чтобы аромат рыбный пошел. Жди. Посмотрите. Открыла капсулу. Смотрите, что сейчас будет. Как он любит. Такие витаминочки. Витаминочки любит. Да? Какой вкусненький. Ой, какой витаминочка. Иди этим на попу, хорошо? Иди. Аж чавкает ест. Это вообще как он любит Омегу. Вот. Это еще раз доказывает, что суперский вид продукт. Настоящий. Да, Лютик? Ой, как там красиво все бурлит. Как янтарь, да? Че, испугался? Пузырьков? Трусишка. Ешь, давай. Угу. Вчера схряпал, только пятнышки на полу остались. С желатином вместе все съел. Ешь, давай. Ешь. Угу. Ешь, говорю. Такие вкусные, да, витаминки, люди? Такие вкусные, рыбные. Ешь, давай, аристократ. Сто раз понюхает. Сто раз понюхает, пятьдесят раз потрогает. Манит прямо рыбный, так как-то манит. Вот если б не желатиновая оболочка, ну это для людей же сделано. Как вкусненько выдавливается масло оттуда, он слизывает. Для сосудов полезно, да? Для кожи, для мозга. Холестерин растворяет. Омега суперский продукт. Всем надо его. И кошечка, и собачка. Утик, ну такая уж. Половинку уже вырезала. Чего? Чтобы шерстка у тебя была гладенькая. Блестящая. Ну так, напиши. Продолжение следует...